Еще 26 апреля вы в социальных сетях написали сообщение о том, что Бастриков уволен, человек много лет отработавший на данном предприятии, и сообщили о том, что предприятие возглавил Владимир Гончаров. Вот я из вашего сообщения понял, что Гончаров, предприятие теперь возглавляет, процитирую, замдиректора Владимира Гончаров, человек с большим опытом и стажем. А сейчас, я понимаю, Гончаров это временно все-таки исполняет обязанности. Или это постоянная руководитель? Нет, это не постоянный руководитель, поэтому он сейчас в настоящее время работает с приставкой его. Он на протяжении 12 лет занимал должность заместителя директора, поэтому опыт у него действительно есть, и на время отсутствия директора он всегда исполнял обязанности. Поэтому здесь никаких препятствий как бы не было, но для назначения руководителя существует ряд критерий отборочных, ряд требований, которые необходимо собрусти. И мы, как учредитель этого юридического лица, мы также несем же ответственность за это. Поэтому в любом случае будет необходим уже руководитель молодой, энергичный, работоспособный, который у нас, я не утаиваю это, на протяжении уже последних нескольких лет, МОП ЖКХ несет убытки. Причем это действительно убытки, которые серьезно мешают тем решениям вопроса, которые необходимо оперативно решать, и финансовые издержки, и вливания, которые необходимо сделать на приобретение той, либо иной техники, в том числе и замены труб. Поэтому здесь будем стараться, выведем предприятие не сразу, но планомерно будем выводить предприятие, сводить к нулю долги всем, которые на сегодняшний день существуют, и администрация района, как, я еще раз говорю, учредитель несет полную ответственность за это юридицо. На понимание, то есть получается, увольняя Бастрикова, руководителя не было на тот момент уже, ну, в планах молодого, энергичного, как вы сказали, и сейчас вы пока нет, то есть поисками еще занимаетесь? Нет, просто нужно время.